Добрый день, друзья! Мы рады пригласить вас в открытую правовую школу. Наша цель – правовое просвещение и передача знаний и опыта, которые пригодятся вам не только при подготовке к Олимпиадам или поступлению в университет, но и в повседневной жизни. Участие в нашей школе абсолютно бесплатное. Занятия будут проходить в онлайн-формате, поэтому неважно, где вы живете, главное – наличие желания учиться и интернет. Мы предлагаем широкий выбор дисциплин, от таких фундаментальных, как римское право и теория государства и права, до авторских, например, правое искусство или IT-право. До встречи в нашей школе! Если вы становитесь участником проекта, то автоматически погружаетесь в профессиональную, творческую и академическую среду этого университета. В процессе обучения применяется методология стандарта высшей школы экономики, а оценки выставляются по десятибальной шкале, поэтому похвастаться пятерками перед своими родителями уже не получится. Курсы включают в себя как лекционные, так и семинарские занятия. Помимо теоретических аспектов будут освещены также практические задачи и кейсы, которые помогут как в дальнейшем обучении, так и в повседневной жизни. Преподаватели открытой правой школы — это успешные студенты и аспиранты факультета права. Мы доступным языком расскажем не только о юриспруденции, но и также ответим на вопросы об учебе и о жизни в родном университете. Изучая фундаментальную основу права, мы будем сразу же находить примеры их реализации в жизни. Даже если вы думаете, что право вас не касается, то мы вам расскажем, что покупая обычный хлеб или жвачку, вы тесно соприкасаетесь с юриспруденцией. Например, дисциплина, которую мы будем преподавать вместе с коллегой, называется гражданское право. Это одна из сложных и объемных, но в то же время интересных отраслей права. Именно поэтому предметы у студентов юрфаков чаще всего возникают при сдаче. Помимо погружения в теорию, мы будем подробно рассматривать способы защиты нарушенных прав. К примеру, а куда обратиться за защитой нарушенных потребительских прав? Как писать заявление в суд, в прокуратуру и в различные госорганы? Как оспорить сделку и применить последствия недействительности сделки? Как выделить обязательную долю из наследственной массы, даже если есть завещание и многое другое? Полученные знания вам пригодятся для сдачи ЕГЭ по обществу знанию, для олимпиады по праву, для вступительных испытаний в университет, ну и в целом в жизни для решения обычных практических вопросов. Поэтому, если вы думаете, мое ли юриспруденция, что это за профессия, будет ли она мне интересна, кто такие юристы, чем они занимаются, тогда вам к нам в открытую правовую школу НИУВШ. Открытая правовая школа – это площадка для школьников, где каждый с умом научится использовать принадлежащие ему права. Знания, полученные в ОПШ, помогут вам построить самый грамотный с юридической точки зрения сценарий действий в любой жизненной ситуации. Юрист – это не просто профессия. Лично я захотела стать юристом для того, чтобы добиваться справедливости в каждой жизненной ситуации, будь то обжалование штрафа или возврат товара ненадлежащего качества в магазине. Далее важно понимать, что по мере процесса обучения все не будет так просто. Иногда вы будете изжать предметы, которые вам не очень нравятся, или же, когда вы пойдете на практику во время обучения, вы можете разочароваться в профессии. Тем не менее, сейчас у вас есть уникальная возможность окунуться в мир юриспруденции и попробовать себя. Понять, хотите ли вы заниматься или нет. В данный момент вы можете пообщаться с нами, студентами. Мы можем ответить на любые ваши вопросы, дать вам какие-то рекомендации. Лично я в свое время участвовала активно в олимпиадах школьников, а также ездила в Москву на дне открытых дверей для того, чтобы познакомиться с такими же студентами, спросить у них про процесс обучения и узнать подробнее, каково это быть студентом высшей школы экономики. Сейчас в рамках ОПШ проходит олимпиада для школьников 10-11 класса, которые могут пройти все состязания, и если успешно с ними справиться, это будет засчитываться им в качестве индивидуальных достижений для поступления на факультет права высшей школы экономики.